Это самый жаркий месяц в Варнии. Это пик сезона, поэтому самым главным был пляж. А пляж – это бархатный песочек, на котором можно блаженствовать, загорая, а можно делать им массаж всего тела, чтобы оно было упругим и бархатистым. Пляж – это утренняя йога, ходьба вдоль кромки моря и пляжные виды спорта. Пляж – это наслаждение теплым чистым морем. Ну и, конечно, это возможность демонстрации своих многочисленных шляпок и нарядов. А в жаркое время дня в Варнии всегда есть где спрятаться от слишком назойливого солнца и с удовольствием провести время, как, впрочем, летний вечерок. Можно погулять в прекрасном огромном морском парке под тенью вековых деревьев. Можно побродить по улочкам города, полюбоваться на архитектуру его зданий. Можно посидеть, если есть желание, одно из многочисленных культурных мероприятий, например, очередную художественную выставку. Можно просто посидеть в уютном кафе или ресторанчике, подтягивая крепкий ароматный кофе или натуральный свежий лимонад. Возможности в Варнии, море – дело за вашим выбором. А еще в июле были путешествия, ведь Болгария дает столько поводов и возможностей для них. В этом году в очередной раз посетила старинный Несебр. Этот город основан более трех тысяч лет назад и считается одним из самых древнейших в Европе. Не случайно старый Несебр находится под защитой ЮНЕСКО и имеет статус города-музея. Захотелось побывать еще раз и в Созополе. Этот городок тоже долгожитель. Он был основан еще в VI веке до н.э. греческими колонистами. Но свои особые колоритные штрихи Созопол приобрел в эпоху болгарского возрождения. Старинные белые дома с красной черепицей, узкие мощеные улочки, утопающие в зелени винограда и инжира, романтическая гавань создают особую атмосферу города. Именно поэтому, видимо, это любимое место болгарской богемы. Архитекторы, художники, музыканты, артисты – все стремятся в Созопол. Болгария – это не только прибрежные города с историческими достопримечательностями. Болгария – это горы, горное плато со следами древнейших человеческих цивилизаций. И в этом июле я впервые оказалась на Беглинташе. Это культовый объект одного из фракийских племен – древнее каменное святилище, храм в честь богини-матери, сильнейшее место силы. Еще одна потрясающая июльская экскурсия в глубокую древность – это историко-археологический заповедник Сборянова. В этой части Болгарии был когда-то расположен город Солнце – Хелиос, важнейшее поселение племени гетов. Это тоже фракийцы. Посещение царской гробницы III века, признанной ЮНЕСКО одним из объектов всемирного исторического и культурного наследия, оставило глубочайшее впечатление. Недалеко от нее, в живописном горном уголке, расположен Алянский храм, воздвигнутый в XVI веке на месте древнего тракийского святилища. Это место поклонения приверженцев и христианства, и ислама, известном не только в Болгарии, но и в других странах. Говорят, что это место – сакральное, лечебное, исцеляющее любые заболевания. А еще в июле было путешествие по реке Ропатама и поездка в город Черпан – великолепная, потрясающая галерея художника Николы Манева с коллекцией минеральных камней из Бразилии. А еще была поездка в город Разград, где находится одна из самых крупных мечетей Болгарии. Но это все уже отдельные рассказы, и увидеть видео о них вы сможете на моем YouTube-канале. Подписывайтесь на мой канал, нажав кнопочку «Подписаться», и не забудьте тут же нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео, о моих новых путешествиях по Болгарии и другим странам. С вами была Ольга Липатова. До встречи в новых видео!